Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чея. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный быстрый завтрак. Семечки Чея сегодня будут в главной роли, а дополним мы осенним продуктом тыквой. Сегодня у меня проваренное детское пюре из тыквы, без сахара, без соли, нейтральное. Вы можете приготовить дома самостоятельно, запечь в духовке или отварить тыкву, сделать из него пюре. Я пошла простым путем. Сегодня мне понадобится буквально пару столовых ложек для одной порции. Буду использовать также тыквенные семечки. Если опять же у вас есть время, вы можете обжарить их на сковородочке, чтобы они дали больше аромата, вкуса. Сегодня у меня свежие семечки и, собственно, молоко миндаля. Теперь, для того, чтобы десерт был десертом и появился какой-то сладкий вкус, я буду использовать обычный сахар белый, одну чайную ложку. Вы можете использовать мед, вы можете смешать молоко с медом. И сюда же я отправляю на 100 граммов жидкости. Одну чайную, нет, две чайные ложечки чия или одну столовую. Две чайные или одну столовую. Семечки чия мы замачиваем заранее, как минимум за полчаса до подачи или с вечера, если мы планируем лакомиться утром на завтрак нашим десертом. Но у меня пока еще время, конечно же, не подошло. Семечки не разбухли. Когда они разбухнут, получится такой очень аппетитный пудинг. А сейчас я выкладываю пюре. Это можно было сделать на дно, выложить в стакан. А можно, в общем-то, и смешать. Семечки будут распухать, будет все это смешиваться. Если вы заранее приготовили семечки, то вы можете выкладывать, чередовать слои. Это тоже будет очень вкусно. Если вы любите послаще, добавляйте больше. На мой вкус одной чайной ложки на порцию вполне достаточно. Но, возможно, вы сладкоежка. Семечки, тыквы я высыпаю сверху. Можно еще. Сюда можно добавить и миндаль. Не забываем, что молоко у нас миндальное. А миндальное молоко имеет такой очень интересный аромат. Кстати, к слову, миндальное молоко можно заменить на кокосовое или на козье, или на коровье, в конце концов, если вы любите. Хотя я бы не стала смешивать коровье молоко и тыкву, и семечки. Это достаточно сложно для нашего организма, для пищеварения. Поэтому растительное молоко сегодня использую я. Вот так выглядит десерт. Осталось его убрать в холодильник или просто оставить на столе. Как минимум 30 минут. Нам потребуется для того, чтобы он стал готовым. И далее можно приступать к дегустации. Дорогие друзья, я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня!